Драматический театр В репертуаре премьера В зрительном зале аншлаг Перед началом спектакля Театралы изучают программу Песни нашего кино Музыкальный спектакль в одном действии Режиссер, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Наталья Корликова Почти вся труппа театра Студия Любовь Ермолаевой на сцене 25 человек поют Но это не концерт Посмотрим, как с каждой песней На театральном языке Оживает история кино О российском кино Слова и музыка Мясникова Исполняют актеры театра Видеоконтент Вячеслав Козловский Театр искусство синтетическое И в этом спектакле Актеры не только играют Но и поют Любимые песни советского кино Служебный роман Иван Васильевич меняет профессию Формула любви Кавказская пленница Режиссер, заслуженный деятель Искусств Российской Федерации Наталья Корликова поясняет Что спектакль посвящен Году российского кино Ну, знаете, вот лет, наверное, 10 назад Такое поверье вдруг пошло В драматических театрах Все театры запели Драматические театры Потом все театры затанцевали Драматические именно Стали ставить балеты Пластические какие-то спектакли Вот, и поэтому Театры отдавали дань моде какой-то Ставили то музыкальные спектакли Вокальные, то хореографические Здесь случай совсем другой Значит, в прошлом году Прошлый год, 2016 Был год российского кино И мы уже тогда решили Что надо бы что-то сделать Мы же все очень любим наше кино Вот, ну, так сложилась ситуация Что надо было выпускать спектакли Драматические И музыкальный спектакль Мы не успели сделать Но мы, запланировав, решили Перенесем, но сделаем Дело в том, что в этом театре Очень много хорошо поющих актеров С хорошими вокальными данными И грех не использовать Эти данные актерские Поэтому и родился спектакль Который посвящен Нашему российскому кино Мне кажется, что он будет интересен Всем зрителям Более взрослым Возрастным Нашим зрителям Это, конечно, для них будет Ностальгия Они вспомнят Свою молодость Свою юность Они вспомнят Эти фильмы Которые вышли на экраны 20, 30, 40 лет назад Вот Молодые зрители Просто еще раз Окунуться в мир Российского кино Которое действительно уже является Классикой нашего российского кино И мы хотим, чтобы об этом Никто не забывал Позвони мне, позвони Позвони мне, позвони Песня из кинофильма «Карнавал» Музыка Максима Данаевского Слова Роберта Рождественского Исполняет Полина Фофанова Музыкальный руководитель Алена Устинова Балетмейстер Алена Каругина Художник Оксана Штонда Действительно Эти фильмы Стали классикой И встреча с ними Словно встреча Со старым добрым другом Зритель смотрит Слушает И подпевает Исполнение награждается щедро Аплодисментами Спектакль состоялся Актерам интересно было Работать в этом проекте Вот что они говорят Я думаю, что у нас получился Необычный спектакль Веселый спектакль Мы удовольствие получаем Зрители с нами поют Отдыхают Я пою любимую свою песню Которую хотела петь Песня из электроника Так и называется Над нами солнце светит Не жизнь, а благодать Да, действительно Песня на музыку Евгения Крылатова В исполнении актрисы Ирина Разумовой Удалась Зритель постарше вспомнил С теплотой в сердце Славную эпоху советской пионерии Счастливое детство В зале было особое настроение Настроение, при котором Хотелось тоже петь И аплодировать в такт песни А это песня из кинофильма Человек-амфибия Уходит рыбак Музыка Андрея Петрова Слова Юлии Друниной Исполняет Анна Сосой На сцене не только чувствуется певец Но и игра актера Может быть в этой песне Участвуют все актеры Создавая атмосферу Рыбацкого поселка В этом уникальном проекте Запели даже непоющие актеры И что произошло? Спектакль Вот именно спектакль Не концерт А спектакль Песни нашего кино Я исполнил песню Если бы я был султан Далась она мне трудна Трудно, потому что Потому что я не поющий Да Но Алена вот Алена поработала со мной Потренировала меня И все случилось Спасибо, что меня взяли В этот спектакль Спасибо вам большое Приходите Мы ждем вас Дорогие наши зрители Дорогие наши зрители Песня Песня Непогода Песня из кинофильма Мэри Поппинс До свидания Музыка Максима Данаевского Исполняют актеры театра Песенные сценировки Звучат на фоне кадров Из фильмов на большом экране В сочетании с интересной И красочной сценографией И с не менее интересными танцами Премьера необычного спектакля Состоялась в Омском Драматическом театре Студия Любови Ермолаевой При Аншлаге Каждый из актеров Получил возможность Исполнить свою Любимую песню Да ведь и все мы Любим эти фильмы и песни Алена Устинова Музыкальный руководитель Городского драматического театра Студия Любови Ермолаевой На вопрос Кого из актеров могли бы отметить Ответила Всех Послушаем Песни нашего кино Это спектакль Который Родился из мечты Мечтала Наталья Григорьевна Наш режиссер Сделать этот спектакль И она его сделала Мы долго выбирали песни У кого-то просто Это произошло Как вот у Жени, например Как у Оли У кого-то долго Как у Иры Мы помучались Но каждый Почти У каждого Есть сольная песня Каждый может Выразиться и проявить Проявить себя В ином качестве Не в качестве артиста А в качестве певца-исполнителя Это немножко Другое Нам было очень интересно Всем работать В спектакле Во-первых Потому что Мы не пытались Повторить Кадры из фильма А пытались Сочнить какие-то Свои истории И во многом Это получилось Не забыли в этом спектакле И песни для детей Песенка Красной Шапочки Песни с кинофильма Приключения Красной Шапочки Музыка Рыбникова Исполняет Наталья Тыщенко Актеры выступают в душе Спектакль в тепло встречает зритель Солнце светит всем Время неумолимо идет вперед В 2017 году В городском театре Студии Любови Ермолаевы Состоялось 7 премьер Режиссер от души Поздравляет актеров с премьерой Театр развивается Зритель с большим вниманием И радостью принял Эту премьеру На этот спектакль У нас всегда полные залы Потому что это действительно Такая ностальгия По нашему советскому Российскому кино И для взрослого зрителя Это воспоминания О хорошем кино Конечно сейчас такого не снимают Снимают другое Ну наверное не менее хорошее Но такого уже Мы даже поем об этом Что таких фильмов уже не снять А принцесса Кройта Это тоже нам продиктовал зритель Просто в нашем репертуаре Почти нет спектаклей Для подростков А это такая яркая Красивая Романтическая история Которую с удовольствием Будут смотреть ребята Там от 12 лет Автор этого произведения Английская писательница Бернетт А пьесу написал Виктор Ольшанский И приступая к работе Над новым Спектаклем Это всегда встреча С новым автором И конечно Встречаешься с какими-то Трудностями Потому что Ну Гоголя нельзя ставить Например как Пушкина Да А Пушкина мы не будем Ставить как Достоевского А уж английскую прозу Конечно нужны Какие-то новые ключи Я всегда говорю Что каждому новому Драматическому произведению Чтобы поставить спектакль Надо подобрать свой ключик Потому что Тон звучания спектакля Очень часто и всегда Зависит именно от автора Вот чем мы и занимались С актерами Это поисками Именно этого тона Этого тона Этого спектакля Потому что у каждого спектакля Своя атмосфера Своё звучание Свой жанр Как бы с одной стороны Это сказка С другой стороны История Которая там происходит Могла происходить В любой действительно Школе благородных девиц В Англии И ничего там сказочного нет Это совершенно Реальная история И вот совместить Эту инфернальность Эту фантазию Фэнтези С реальностью Наверное Самое сложное Что было Но мы с актерами Искали Искали тон Искали характер И мне кажется Что мы Все-таки Смогли сделать Спектакль Именно В том жанре В котором мы И мечтали сделать Произведение Бернетт Спектакль Как утверждает Наталья Корликова Для подростков И их родителей И сегодня Съемочная группа Попала на Эскизный показ Спектакля Принцесса Кру По мотивам повести Фрэнсис Бернетт Произведение Написано Английской писательнице Фрэнсис Бернетт До революции Обладает и сегодня Волшебной силой Посмотрим фрагменты спектакля Принцесса Кру Слова маленькой Вежливой принцессы Сары Внушают уверенность Служанки Бекки И действуют Как волшебство Инозрителей Их сердца тают Руль Бекки Исполняет Наталья Тыщенко Руль Сары Екатерина Романев Потому что я знаю Кто его туда положил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Кукла Эмили танцует на дне рождения, но день печально завершается для Сары, известием о смерти и разорении отца. Из богатой наследницы маленькая Сара вмиг становится нищей, но волей судьбы Сара обретает в жизни счастье. Она встречает любовь. Роль молодого Дональда играет Александр Тихонов. И мы с вами никогда не увидимся. Дождитесь меня! Я обязательно вернусь! Эскизный показ нового спектакля завершается хорошим, счастливым финалом. Начинается обсуждение режиссера и актеров над чем работать дальше. Актеры после спектакля устали, но внимательно слушают, учитывая замечания и принимая похвалу. Как работалось в проекте, говорят актеры. Сегодня у нас прошел эскизный показ «Принцесса Крум». Режиссер Наталья Королякова. Она и художественный руководитель. Театр, конечно, театр. Я вот сегодня сыграл роль крысы Мельхиседек. Это такой рассказчик, он рассказывает об этой истории. А Оля сыграла одну из главных ролей. Да, мисс Минчин. Это хозяйка школы. Образцовая школа молодых девиц. Да, частная. Вот. Вот она лучше расскажет об этом спектакле. Но работалась нам хорошо. Мне кажется, я вспомню, как меня зовут, кто я. Ну, это громко сказано, что у меня главная роль. Это роль второго или даже третьего плана. Все равно она мне очень нравится. Это роль мисс Минчин, хозяйки школы для благородных девиц. Сложная роль, с одной стороны, с другой, вроде бы легкая. Но мне кажется, вот я за кулисами сижу, когда я сижу за кулисами, я смотрю на сцену, мне нравится то, что там происходит. А вот я думаю, зрителям должно понравиться. Мне кажется, красивая сказка, хорошие артисты. Почему он не понравится? Правильно говорим? Правильно говоришь. Мне кажется, что у нас спектакль получится. Он живой у нас. У нас очень хорошие актеры. Режиссер, художник, музыка. У нас все, мне кажется, случится. Потому что этот спектакль о душе человека, о его судьбе. О том, что человек должен быть живым. Приходите к нам на спектакль. На финале спектакля звучит красивый вальс. Сара Кру в белом платье. В манерах Сары Кру какое-то особое очарование. Когда посмотришь на ее, то хочется заглянуть еще раз. Сара Кру просто обладает хорошим сердцем. Небывалое воображение, ее фантазия пленяет. И рядом с ней становится всем хорошо. Однако, надо смотреть такой увлекательный спектакль о борьбе за самоуважение, которую ведет мечтательный ребенок не от мира сего, против мира жестокости и корысти. О борьбе, которую ребенок побеждает. Режиссеру удалось совместить фэнтези с реальностью. Найти том спектакля. Актерам создать незабываемый характер. Выстроить внутренние диалоги со зрителями. Следите за афишей. Театр ждет своих зрителей. Театр ждет своих зрителей.